Сегодня, к сожалению, железные дороги, на сегодняшнем этапе и с сегодняшним правительством, с сегодняшней властью нет будущего. Объясню почему. Сегодня на дорогу должен прийти инвестор, который сможет вложить, реабилитировать то, что было упущено на протяжении 10 лет и сделать эту дорогу. Это я говорю с самого начала, это подъездные пути, это инфраструктура, это электрификация, это замена подвижного состава, это замена вагонов. Сегодня, вот сейчас, в конце этого месяца, в депо, где я работал начальником дирекции, дирекция обслуживания, сегодня 10 вагонов вышли. Все, вышел срок годности, вышел срок годности. После Нового года еще 37 вагонов. Ребята, когда я работал, было 1600 пассажиров туда-обратно. Сегодня 100 туда-100 обратно. Что такое 100 пассажиров? Это два автобуса. Последний вагон, который мы с котельником поехали в Москву и получили техническую документацию, получили документы на то, что мы... Я не обман, вы знаете, в Бесарабке последнюю группу, которую ремонтировали мы пассажировских вагонов, плоскарную группу делали у вас, красили у вас, делали у вас. Последний вагон в 14-м году, в феврале месяца, 13 февраля я был с котельником в Москве, где мы получили техническую документацию. Договорились на ремонт купейной группы. Должны были, мы расшили, привезли сбережье вагон, расшили его от пескоструйли, должны были приехать специалисты с Российской Федерации, привезти комплектующие, обучить наших людей. И в условиях депо в Кишиневе, в Бесарабке должны были отремонтировать всю купейную группу. Как я еще работал начальником дирекции, в феврале месяца мы этот вагон разобрали. По сегодняшний день, уже сегодня 16-й год, этот вагон стоит в ВЧД-1 в Кишиневе. Поэтому сегодня, без иностранного инвестора, неважно, не обязательно РЖД, есть компания Сименс, есть Прибалтика, есть очень хорошие ремонтные заводы, есть инвесторы, которые готовы сегодня войти. Сегодня никто не войдет с нынешней властью и с правящим режимом, который сегодня не может. Сегодня они говорят одно, завтра всем другое. У нас было очень много инвесторов в других городах, в других районах, которые просто-напросто шили. Есть в Бельцах очень большая фабрика, бывший завод Сельмаш, который сегодня собирает проводку для машин BMW, Audi, Mercedes. И им выкручивают руки. И их давят. И их судебная система, которая у нас сегодня есть, не на их стороне как инвестора, а на стороне правящего режима. На стороне этих олигархов, воров и жуликов. Поэтому пока не будет нормальной власти, пока не будет нормального правительства, нормального руководства, с кем можно сесть за стол переговоров, никто не придет к нам. И никто не будет влаживать в нашу страну. Пока не будет стабильности. К сожалению, это так. С Топалой лично я знаком. Я являюсь муниципальным советником города Кишинева. Топалой тоже являюсь советником. Я его спросил один раз. Я знаю всю историю. Знаю, когда вы выходили и бы оставались здесь, в Окнеце, в Бельцах. Я спросил, Юра, почему? Говорит, Коля, я плачу. Это исторически долго остался. Это исторически долго остался его. Когда он пришел, говорит, исторически долго. Но вы поймите одно, что те кредиты, которые берут, то, что берут под локомотив, не выплачивают за плату, а также сам их делят между собой эти деньги. Вот в чем проблема. Поэтому здесь должны менять все кардинально, начиная от Бессарабки и заканчивая Окнецей. Должны менять путь. Сегодня вы сами видите и знаете, какие сегодня у нас шпалы. Те же бетонные шпалы, которые трещины уже, которые, ну все, путь непригоден. Пустотелость деревянных шпал уже 80%. Когда едет поезд, я честно говорю, я был буквально на днях в Фолештах, я видел, как едет поезд. Тот же 341-й поезд идет. Так пассажир может выйти с первого вагона, покурить сигарету и сесть в последний вагон. 5 километров скорость на участке Фолешт из Кумпея. Ну так дальше нельзя, ребята. Даже кто знает, кто железнодорожник, знает, что это такое. Нельзя. О какой безопасности мы можем говорить, если мы вместо шпалинта забиваем гвоздь? Если колодок нету в дирекции, в послужении пассажиров, ждут, когда приезжает 341-й, снимает колодки, ставят на 47-й, чтобы отбрать раньше, с Питера на 341-й. И чередуют колодки. О чем можно говорить? О какой безопасности можно говорить? Я честно говорю, я лично, чтобы сейчас мне пришлось поехать в поезд в Москву или в Питер, я бы задумал.